Всем доброго денечка, дамы и господа! У нас сегодня необычное включение из автомобиля. Это все потому, что сейчас мы поедем в магазин, чтобы выбрать готовый кровной материал. Посмотрим, что нам предлагают производители из готовых материалов и сравним цены на них и на то, если бы вы покупали все по отдельности. Итак, сейчас мы поедем в магазин. Сейчас мы посмотрим, что нам предлагают производители из готового материала и что можно купить и сделать самостоятельно. Мы быстренько пробежимся по магазину. Купим, выберем и более подробно вам расскажем уже о нашей площадке. Все, до связи! Итак, дамы и господа, мы приехали снова на площадку садового центра Европланд. Купили необходимые укрытые материалы и сейчас остановимся на каждом из них более подробно. Для начала возьмем дым садовый. По заявлению производителя, он подходит для защиты штампов деревьев от морозобоин, солнечных ожогов, вредителей в весеннее время. Он нам не подходит по той самой причине, что это материал спонбонда. Под ним ствол дерева будет спривать и скапливается конденсат. Поэтому он нам не подходит. Следующий у нас экземпляр – это лента джутовая. Размер ее составляет 3 метра. Стоимость – 141 рубль. Большие деньги для мешковины, которую порезали на ленточке. Хорошо. Альтернатива этой ленте и бельту, которую мы уже выкинули – это марля. Размер ее составляет 5 метров и стоит она 100 рублей. Есть еще один вариант – это купить бумагу для запекания. Она тоже разного размера бывает. И стоимость ее варьируется, начиная от 78 рублей. Ну, где найдете. Поехали дальше. Еще у нас есть чехол для хвойников, декоративных растений и цветов. Цены у них варьируются, начиная от 249 рублей. В магазине же мы купили укрытие для хвойных и твы. Вот так оно выглядит. Здесь кусок спонбонда и шпильки, чтобы прикрепить к земле. Вот такой замечательный котик. Есть коровки, собачки и так далее. Отличный вариант для карнавала. И вот такой вот, наверное, все-таки, да, тоже такой чехол. Он повеньше размеров. Опять же, размеры разные у них есть, но и повеселее все-таки. Все это нам не подходит. Еще у нас есть, значит, защитный чехол совсем маленького размера. Но прям чупырышный. Вот просто колпак на голову какой-то, да, с завязочками. То есть надели и завязали. Отлично. Все это нам не подойдет, потому что весь этот материал из спонбонда. А под спонбондом просто все спреет. То есть спреет, почернеет, пожелтеет и по весне вы получите ужасный результат. Именно об этом вам Наталья рассказывала в предыдущем ролике, который вы можете посмотреть по ссылке в описании под этим роликом. Поехали дальше. Еще у нас есть рукав джутовый с опорой и без. Перед тем, как рассказать, хочу сразу обратить ваше внимание, что его стоимость начинается от 600 до 1000 рублей в зависимости от размера и наличия опоры. Без сомнений, этот вариант удобен и подойдет как для хвойных, так и для рододендронов. Остается другая проблема. А если этих растений много на участке, что на каждую покупать за такие деньги рукав, предлагаю купить рулон 100 квадратных метров, предположим, за 4500 рублей. И укрыть все. У вас даже еще останется. Для рододендронов мы тоже нашли готовый укрывной материал. Есть одно но. Его вариацию по размерам мы не нашли. А это значит, что такое укрытие подойдет далеко не каждому. Из чего делаем вывод, что лучше сделать самому. Итак, укрытие для рододендронов. Посмотрим, что у нас есть в комплекте. Это 4 шпильки. 3 шпильки для закрепления. И кусок... 4 все-таки шпильки. И завязочка есть у нас. И кусок спанбонда. Вот огромный просто кусок на самом деле. А, это вообще чехол у нас. Огромный, гигантский чехол. О, вот такой. Так, попробуем сейчас накрыть. Как вы видите, чехол довольно большой для этого рододендрона. И, как я уже говорил ранее, ткань соприкасается с листьями. Что в итоге приведет к почернению листа весной. Поэтому вариант этот нам не подходит. 4 шпильки для закрепления. 5 шпильки для закрепления. Теперь перейдем к самому интересному. Розы. В магазине большое количество вариаций на тему укрытия роз. Рассмотрим несколько из них. В наборе есть кусок спанбонда, скобы и дуги. Есть также укрытие для плетистых роз. В принципе, этот вариант неплох. Хочу более подробно остановиться на укрытии роз. И сравнить стоимость готовых укрытий с тем, если бы вы это делали сами. Итак, мы делаем воздушные укрытия. В магазине его стоимость около 700 рублей. И это всего на одну розу. А теперь посмотрим, сколько бы это стоило, если покупать все отдельно и делать самому. Воздушные укрытия можно сделать из двухсадовых, деревянных брусков или металлической сетки. Я же остановлюсь более подробно на дугах. Итак, для укрытия одной розы нам понадобятся две дуги, кусок спанбонда и хомуты. Продается комплект дуг 6 штук, которые стоят 300 рублей. Спанбонд 21 квадратный метр 128 рублей. И хомуты упаковка 100 штук 29 рублей. Итог у нас получается. Если покупать все самому 457 рублей, разница в 249 рублей между покупным материалом. Но при этом у вас еще останется материал. И вы сможете укрыть еще три, а то и более роз. Итак, открыв упаковку и разложив, мы выяснили, что это оказывается туннель воздушного укрытия, да? Размером 3 метра. Ну, в длине, то есть он 3 метра. По заявлению написано, что защита от ожогов, морозов, быстрая установка, установка согласен, очень быстрая, защита от снега. Очень сомнительно. Смотрите. Очень, очень все вот так вот играет. Дальше. Защита от сильного ветра. Ну, не знаю. Может быть, может быть. Такой вариант идеальный подойдет, если у вас грядка низкорослых роз. Размером меньше, чем 0,5 метра. Вообще, хороший вариант для того, чтобы свою собачку пускать бегать туда-сюда, туда-сюда. Ну, тренировать, да? Ну, как пример. Вот. Ну, в принципе, вариант неплохой. Да, да. Но у нас розы все большие, и это не подойдет. Мы познакомились с тем, что продается в магазинах. А теперь расскажу, что я нашел и чем пользуемся мы. Раз уж я до этого рассказывал про розы, то с них и начну. Итак, чем же пользуются другие люди? Пластиковыми горшками. Да, вы не ослушались. Именно пластиковыми горшками. Все стандартно. Сначала окучиваем сухим торфом или опилками, кидаем лапник, сверху ставим горшок и обматываем пленкой. В принципе, неплохой способ, но мы бы так не сделали. Следующий вариант – это пластиковые 5-литровые бутылки. Да, да, вы не ослушались. Именно бутылки. На них предварительно нанесена строительная пена, она ставится на розу, сверху крышка чуть-чуть приоткрыта для вентиляции. Еще был предложен вариант туннелем из деревянных брусков, на которые был оттянут сначала спанбонд, а поверх рубероид. Ну, тут вообще без комментариев. Дальше популярный способ – это место спанбонда используют пленку. Мы против такого способа, потому что там создается свой микроклимат, не подойдет. Сухие листья. Вот только мало где написано, какие листья для этого подойдут, а именно каштан и дуб. Листья набивают все чатые мешочки из-под картошки или лука. И плотно обкладывают вокруг роз. Картонные коробки. Вначале процедура стандартная. Окучиваем сухим торфом, листьями или опилками. Потом ставится картонная коробка, засыпается опять же опилками или листьями. И это не есть укрытие. Еще вместо пленки и спанбонда используют изоспан. Это материал, которым утепляет внешний контур дома. Ну, сомнительный вариант, но может быть. Это были варианты того, чем укрывают люди. Как же делаем мы? Все по пунктам. Что касается воздушного укрытия. Срезаем все, что выше укрытия. Убираем все листья, дабы они не гнили и не занесли заразу. Окучиваем сухим торфом, опилками, либо землей с другого места. Укрываем лапником, ставим дуги, металлическую сетку или дом из деревянных брусков. Натягиваем спанбонд и крепим к сетке или к земле, чтобы не унесло ветром. Укрытие хвойников. Тут я тоже нашел разные способы. Укрывает крафт бумагой. Интересно, что с ней станет, когда она намокнет, а потом ударят морозы. Спанбонд. Это вообще варварство, по-моему. Некоторые даже пленкой оборачивают, а сверху еще и спанбонд, и говорят, что так теплее будет. Многие до сих пор укрывают свои туи под одеяльниками. В принципе, это неплохой вариант. Да, я согласен. Как же делаем мы? Перед укрытием чистим хвойные, в данном случае туи, и плотно укутываем фасадной сеткой зеленого цвета, плотностью начиная от 42 грамм на метр, предварительно связав ее веревкой. Также можно укрыть мешковины, но, как мы уже выяснили, это довольно дорогостоящий материал. И, наконец, рододендроны. Тут, на самом деле, не смог я найти ничего необычного или интересного. Тут все стандартно. Делается домик из деревянных брусков, дуг, либо бамбучин, и поверх натягивается спанбонд. Только таким образом, чтобы лист не касался укровного материала. Иначе по весне мы получим почерневший лист. Не забываем оставлять внизу щель от 5 до 15 сантиметров для проветривания. А, еще чуть не забыл. Перед тем, как укрыть, плотно свяжите растение, и лучше это сделать заранее, пока сокодвижение еще идет. В противном случае, великий риск сломать ветки. И хочу поделиться с вами небольшим лайфхаком. Если у вас дома установлен фильтр для воды, это тот, в котором три колбы стоят, не спешите его выбрасывать. Когда он израсходует свой ресурс, откройте его и высушите. Внутри находится тонкая, довольно прочная, эластичная нить, которую потом можно обвязывать на зиму растения. Также материалы, которые у вас остались, например, дуги, лето можно использовать и построить из них парник, например. На этом у меня все. Обязательно напишите в комментариях, как и чем вы укрываете свои растения. До новых встреч! Подписывайтесь на канал. Ждем вас снова. Дальше будет много интересного. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова